Внимание ребята, если вы находитесь не в России, а в любой другой стране и вам нужен ключ для Windows 11, вы можете купить его на CDK Sales по ссылке в описании. А благодаря вот этому промокоду вы получите скидку 30%. Подробное видео по установке Windows 11 Pro и покупке ключа есть у меня на канале. В очередной раз, залипая на всем известном сайте с барахлом, наткнулся на интересное предложение. Это мини ПК профессионального офисного назначения от одного из главных производителей офисных ПК – Dell. Модель Optiplex 3060 Micro. Стоил этот компьютер 9500 рублей. Конечно, это не дешево, учитывая, что это компьютер без видеокарты и без возможности ее нормально туда подключить. Но мне всегда было интересно самому, так сказать, пощупать один из таких вот ПК, который представляет из себя суперкомпактный форм-фактор и посмотреть, как они устроены внутри. Ведь помимо того, что этот компьютер просто действительно микроскопический, не зря его название микро, ну вот реально размер 18 на 18 сантиметров, а высота всего 3,5 сантиметра. В нем засунут обычный настольный процессор сокета 1151 V2, а именно, конкретно в моем варианте, это Intel Core i3-8100T. Но такие модели бывают и на i5-8500 в том числе. Оба этих процессора содержат в себе встроенную графику Intel UHD 630. Те, кто смотрит все ролики на моем канале, уже могли видеть тесты этой встройки несколько лет назад, тогда я тестировал процессор Mutant QNCT, также со встроенной графикой UHD 630. Вот сегодня я хочу подробнее посмотреть, что это за мини-пк такой, как он устроен и на что пригоден в 2024 году. Данный ролик вышел благодаря поддержке зрителей, которые присылают свои вопросы в донатах и подписываются на платные уровни на Бусти. Большое спасибо всем вам, ребята, за поддержку канала. Отдельное спасибо ребятам с никами Батлборг, Ликвин, Павел Агенков, Андрей, Владюля, Александр Анисимов. И напоминаю, что подписчики Бусти с самого первого уровня получают доступ к видео раньше, чем на канале и без рекламы. А уже со второго уровня получают доступ в наш закрытый дискорд, где мы обсуждаем компьютеры, игры, железо и многое другое. Присоединяйтесь к этим уважаемым людям и ссылка на мой Бусти есть в описании. Итак, купил я этот ПК за 9500 рублей и это я еще нормально урвал, надо сказать. Потому что обычно они продаются за 12 и даже 14 тысяч рублей. Правда, при этом они, как правило, чуть бодрее в плане объема оперативной памяти и накопителя. В моем конкретном случае, помимо i3-800T, установлено 4 гигабайта оперативной памяти, 101 DDR4 и SSD M.2 на 128 гигабайт от SK Hynix со скоростями около 500 мегабайт в секунду в обе стороны. По внешним каким-то интерфейсам у нас на передней панели два порта USB 3, порт и 3.5 миниджек для внешнего звука и микрофона. Также здесь находится кнопка включения с индикатором, логотип Dell, а вся остальная поверхность это сплошная решетка для поступления воздуха внутри корпуса. На задней стенке HDMI порт, дисплей порт, далее Kensington Lock, два USB 3 и два USB 2 порта. Дальше Ethernet порт и выход под Wi-Fi антенну. К слову, в пределах одной комнаты Wi-Fi отлично работает даже без этой антенны. Ну и также на задней стенке есть решетка выдува из радиатора процессора. Корпус открывается достаточно просто и удобно. Просто откручиваем один винтик по центру и крышка снимается. И все внутренности становятся внешностями. Внутри почему-то не было батарейки BIOS, хотя компьютер мне продали из закрывающегося офиса. У них было несколько подобных машинок. Интересно здесь то, как грамотно использовано внутреннее пространство корпуса. Все продумано прямо до мелочей. Вентилятор охлаждения процессора снимается просто двумя пальцами, нажав на специальные защелки, отмеченные стрелками и вуаля вентилятор у нас в руках. Его можно отключить от платы и почистить. Возможно вы обратили внимание на то, что вентилятор почему-то подключен двумя шлейфами к материнке. Так вот второй шлейф это шлейф динамика. Да, в этом компьютере есть встроенный динамик, на который выводится звук, если не подключены никакие внешние звуковые устройства. И должен сказать, звук тут весьма неплохой, на удивление. Под кожухом вентилятора расположена оперативная память и радиатор процессора. Прямо над Wi-Fi модулем и SSD имеется крепление для накопителя формата 2,5 дюйма. То есть можно доустановить либо жесткий диск ноутбучного формата, либо SSD с SATA подключением. Сам этот холдер снимается просто легким движением руки. Ничего не нужно откручивать, просто отщелкиваешь и снимаешь. Радиатор процессора и SSD M.2 конечно уже прикручены к плате, причем прикручены винтами, которые по совместительству еще являются винтами крепления материнской платы к корпусу. На самом деле, если бы производители компьютеров хотели сделать супер компактные игровые компьютеры, уровня консоли Xbox Series S, например, по характеристикам, то ничего не стоило бы прямо вот в такой же корпус устанавливать какую-то маленькую видеокарту, типа RX 6400, например, распаянную прямо вот на такой же плате. Для экономии места просто можно было установить ее вместо вот этого, например, холдера для жесткого диска, потому что здесь есть M.2 слот. И ее радиатор мог бы быть вместо вот этого всего как раз пластикового кронштейна. Но нет, хочешь компактный игровой ПК, покупай сраные ноутбуки или мини-ПК со встройкой от AMD, которая страдает нехваткой скорости памяти, потому что использует именно обычную оперативную, а не свою видеопамять. В общем и целом, компьютер отличный, занимает очень мало места, работает очень шустро и максимально тихо, даже в полный нагруз, его вообще не слышно. Хотя, конечно, вы могли уже заметить, что внутри нет блока питания, потому что он внешний, как у ноутбуков. Для тестов я купил второй модуль памяти также на 4 ГБ, чтобы получить 8 ГБ в двухканале. Установил Windows 11 Pro, которая на этом компьютере просто летает, и, к слову, она здесь нативно поддерживается, не нужно ничего там шаманить с запуском типа на старых процессорах, потому что эта платформа поддерживает TPM2 шифрование. Ну и теперь давайте посмотрим, можно ли на нем во что-то поиграть. Но перед тем, как перейдем непосредственно к тестам, я хочу напомнить, что если у вас есть ко мне какие-либо вопросы по сборкам компьютеров, апгрейду вашего ПК текущего, или выбору ноутбука под ваши задачи и ваш бюджет, то вы можете написать мне, например, на Boosty в личные сообщения. Там я без проблем дам вам подробнейшие ответы, если нужно, то переведу вас на какие-то ссылки, где что нужно докупить, что нужно сделать. В общем, помогу разобраться с вашими задачами под ваши конкретно запросы и бюджет. Ссылка на мой Boosty, повторяю, есть в описании. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зато теперь все окупилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Simply incredible You can aim with more precision by holding down aim lock We've accessed the weapon delivery network and will be sending frequent supply drops Shoot a weapon pod to release its cargo Experiment with a variety of weapon types We're dead We're dead Come out, come out, come out You'll take that One tire turtle Ball Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok